Мой позывной Абдулла, боец вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Абдулла, так получилось, что мы с тобой уже лет пять, наверное, переписывались, были знакомы в интернете, в соцсетях, общались, я ставил твои ролики, но вживую не довелось, вот теперь первый раз. Я очень рад этому, поэтому... Я тоже. Я очень много видел ваших материалов, честно сказать, они объективные, и я очень рад знакомиться с вами. Рафи, ну, у тебя в жизни было очень много таких этапов, когда жизнь менялась вообще на сто процентов, с ног на голову, да? Наверное, вот это тяжелое ранение, это не только, не самый первый был, да? И до этого были такие ключевые моменты, которые у тебя до сих пор перед глазами, когда жизнь менялась на сто процентов. Ну, да, да. Но жизнь, она постоянно меняется, и быть готовой, допустим, течь в одном русле, и думать, что так будет вечно, так не бывает. Вот, знаете как, не было бы счастья, да несчастье помогло. У меня получилось так, что, допустим, вот я родился, у меня родители погибли. Начал формироваться как человек, допустим, меня привезли в Советский Союз на учебу, чтобы в дальнейшем отправить в Афганистан. И что мне помогло, меня готовили как раз вот на такую войну, которая сейчас здесь. То есть точно такая же война у нас была в Афганистане. Об этом я уже много раз говорил, но суть в том, что нас, недоучив нас, развалился Советский Союз, и все повернулось опять, как вы говорите, на 180 градусов. Жизнь после развала Советского Союза и до 2014 года, это у меня особая категория, где у нас было много проблем, нюансов, потому что, по сути, нас готовили против демократии, а в России на тот момент уже демократия. И с теми идеями, то, что нам в голову влаживали, то, как нас готовили, к чему нас готовили, оказалось, что это все уже проиграно и не нужно, и против того, против чего нас готовили, надо жить в этом. И вот в такой парадигме я прожил довольно-таки долго. Опять-таки у меня и внутреннее неприятие, допустим, того, что есть. Я понимаю, мир не повернут вспять, время не повернут вспять, я понимаю, что мир такой, но со временем, я думаю, каждый человек сейчас начинает понимать, что мир меняется в худшую сторону, что происходит кризис современного человека, кризис внутренний, кризис душевный, кризис в том числе и физический, потому что, по сути, мы вырождаемся, мы можем видеть много людей в этих барбершопах, там или в тренировочных залах, где там вроде бы мускулы там и все, что такое, но вносливости нету, там два, две оплеухи, два шапалаха и все, и там этого нету человека, там, по сути, уже там абсолютно другой перед нами. И стержня нет, самое главное. Да, стержня, вот как раз об этом я хотел сказать. Правильно. Ну, дальше потом война, ранение и также война, она тоже по-другому перевернула жизнь, уже совершенно на другое рельсу встал. После ранения также я уже сразу получил ранение, я уже понял, да, жизнь уже другая, ты уже не тот будешь, много чего, что тебе было позволено, ты этого уже не будешь делать. То есть, если не будешь делать, то это будет уже ненужная трата средств, ресурсов и времени, и сил других людей в том числе. У меня выхода нет. Мне надо чем-то заниматься полезным или я просто умру. Мне неинтересно жить, мне неинтересны деньги, мне неинтересны какие-то блага, должности, я там, или еще что-то, этого, ну, это, ну, это пыль, и оно не нужно. Самое важное, что сейчас у меня осталось, это приносить пользу. Приносить пользу моим собратьям, солдатам, бойцам Донецких и Луганских народных республик, приносить пользу народу, который живет на Донбассе, приносить пользу народу России и народу того же Афганистана, Средней Азии, потому что везде, вот, скажем так, Советского Союза нет, но эхо от пыль, от, вот, скажем так, сейсмическая вот эта вот энергия, которая пошла от развала Советского Союза, она еще отражается во многих людях, в поколениях еще будет отражаться. И те люди, которые привержены к этому, это наши братья. И надо сделать все, чтобы облегчить им жизнь, чтобы как-то объединять их, объединять их по тем же правилам, которые там выставила нам демократия, скажем, вот это. Афганистан войной занят уже не один век. Так точно. Вот эти движения, когда, собственно, племя воюет на племя, когда народность на народность, когда внешние игроки приходят, да, и начинается война другая там, всех против всех. Вот ты с детства к такой среде привык, ты знал, что так существует, да. Советский Союз, осколок был, да, особый, о чем мы говорим, он развалился. А вот сейчас, вот природа вот этой войны, когда, по сути, да, один народ, украинцы, русские, ну, чего там, понимаешь, ну, разница там между говором, между чем-то, один генетический код, славяне восточные, да, фактически один народ. Вот, и вот такая ожесточенность, там, убийство детей, обстрелы городов. У тебя есть какое-то свое мнение на этот счет? Может быть, сравнение с тем афганским прошлым? Почему вот там элемент гражданской войны, да, и здесь? Ну, явный же элемент гражданской войны, когда там, есть примеры, когда в семье, в семьях, да, один брат за Донецк, грубо говоря, а второй остался на Украине. Вот почему так, почему? Это большая игра. Этот термин, по-моему, выдвинул еще Рейдер Киплинг, да? Большая игра. И в этой большой игре поле боя – это головы, это сознание людей. Это основное оружие, здесь уже, там, психологическое, нерва, скажем так, идеологическое, информационное. Она гораздо страшнее, гораздо важнее, гораздо опаснее, чем огнестрельное оружие, там, арта или еще как-то. И люди, к сожалению, наши, да, они понимают, да, это, мол, там, есть такая вещь, там, информационная война, но они не понимают, судя того, что они тоже все подвержены этим, и те мысли, которые у них вот происходят, они неспроста у них эти мысли, там, сесть именно, там, допустим, в биг-тесте или там какой-то чиз-кекс, или я не знаю, как они там, название этих вещей, да, откуда у них эти названия? Они даже в голову себе не представляют, что это же принесено, выставлено. Допустим, я образно выражаюсь, вот своими терминами сейчас скажу, допустим, мы находимся сейчас, скажем так, в пророссийской парадигме, прорусской парадигме, мне больше нравится прорусская парадигма, вот. и здесь допустим скажем там вот пельмени пельменных нет допустим есть эти гамбургеры ну да такие заведения макдональдс и все такое да то есть а люди не задаются этим вопросом то есть вопросом в общей струе там знаете как эффект 100 сотой обезьяны вы слышали об этом будет возможность вот если у вас я знаю много зрителей я попрошу обязательно погуглите эффект 100 обезьяна вам много станет ясно но основная проблема основная проблема вот скажем так тех людей которые сидят за этой шахманной дороге скажем этих там поводырей которые есть основная проблема это люди длинной воли это пассионарии скажем и эти пассионарии они всегда выходят как волку выходят за кара красные флажки от молкола когда на вот идет охота есть пicism бежит и он бежит и не обходит для флажки потому что у него по сознанию уже включено что он не может заходить за эти пачки он принимать это как зова аксиому перед ним стать невидимая стена и также допустим наша скажем потребителей люди которые там про проходим с а люди которые проходят мимо это неплохой слов и сказать теперь мы хотим сказать вот наша допустим люди которые там обыватели они И также зашорены этими красными ленточками, они не заходят за эту черту. За черту того, что там оказывается целый океан, там оказывается все по-другому, там оказывается пелена спадает, морок. Допустим, мы живем как в большом мороке. Ну извините, я сейчас буду говорить такие вещи, мне каждый может быть поймет, подумает, скажет, вот, Абдулла, вы, мол, профессор Болна замудрили, над вами потешаться будут. Но на самом деле мы живем как в большом мороке, как в колдовстве, там, это битва шаманов. То есть, ну, по-другому скажем, технологов, политтехнологов, нейролингвистических технологов, но по сути это шаманы, это колдуны. Каждое слово, как говорят в религии, вот если есть право, я, допустим, мусульманин, Аллах, но есть православные, которые правду славят. Эти люди, они понимают, что вначале было слово. То есть, в слове заложено цвет, краска, смысл, энергия, все, что объемлемо, вот есть в этом слове. Вот когда говорят, вот православные и мусульмане меня поймут, когда говорят, Господь говорит, будет, будь, это будет, потому что будет. От слова, от, то есть, эти слова и смысл сказанных в них, и те билборды, которые мы видим, те рекламы, которые мы видим, это большое колдовство, которое морокам наложено на наше поколение сейчас. Отсюда и война, да? Отсюда и война, в том числе. Мы-то воюем, скажем так, знаете, как в этой песне, последние там столько-то лет мы воевали сами собой, да? Но есть, знаете как, есть правда силы, есть сила правды. Вот. И, казалось бы, термины почти одинаковые, но суть и смысл у них совершенно абсолютно разный, короче. Вот. Вот. У нас сила правды. А у них правда силы. И потому мы в обороне, правильно? Да, и потому мы в обороне. Но, скажем так, рано или поздно, рано или поздно, если мы хотим победить в этой войне, или хотя бы оградить, мы должны прийти к нападению. Потому что никогда еще в жизни, никогда еще в жизни ни одна война только на обороне не выигрывалась. Зато все войны в мире, которые велись только на обороне, они проигрывались. Так было, так есть, и мы этого не изменим. Потому что, но в данном контексте, в данном этапе, у нас время, время, которое мы ждем. Когда наши старшие братья все-таки скажут. Алга, все-таки вперед. Да, все-таки скажут. Давай. Потому что старшие братья, они, скажем так, в высоте своего полета, живут абсолютно в другом мозаичном мире. У них другие, допустим, мы видим маленькую мозаику, они видят эту картину в целом, и какая-то там маленькая заноза, типа Донбасса, может там изменить какую-то большую. Но они дойдут до этого. Потому что они дойдут до того, что настанет момент их самосохранения. Понятно, что их дети живут в Европе. Понятно, что настанет такой момент, когда они поймут, что дети их там, они не сограждане, они заложники. Да, они живут в прекрасном мире, у них там и, скажем, все блага, которых так жаждет современный человек. Ты знаешь, так удивительно, что очень многие из них до сих пор не понимают этого. Вот это удивительно. Морок. Морок, деньги, нежелание изменять то, что есть, и что самое главное. Ты знаешь, это ты вот говоришь такие вещи, ведь это так очень сочетается с мнением православных людей некоторых, которые говорят, что вот русский мир после крушения империи, да, уже фактически век, он находится в этом мороке. Мы потеряли субъектность, да, да, была создана заново Советская Россия, СССР, построили Красную империю фактически, да, он тоже развалился. Но все началось тогда еще, тогда мы потеряли тогда то, что имели. И отсюда вот этот морок. Я предполагаю, что это все началось после смерти Ивана Грозного. Просто в России в всеобретающем своем формате, допустим, скажем, вот этот, как Пушин говорил, здесь русский дух, здесь Руссию пахнет, да. Вот этот русский дух, он всегда дает исполинов. Исполинов таких, где даже наши, скажем, руководства, я не говорю за руководство Донецкой Народной Республики, ни в коем случае, я говорю за руководство России. Даже руководство вынуждено, и царской России в том числе, я имею в виду, вынуждено было там, да, под эгидой там их генералов, которые делали, допустим, вот возьмем, допустим, Рененкова и Самсонова. Вот если кто знает, пожалуйста, ставленники одного и того же царя, но в результате деятельности их абсолютно разные. И Самсонов, когда вышел на этот прорыв, и Рененков его не поддержал, Рененков получил награды от императора. Это Восточная Пруссия, да, Первая мировая война? Так точно, так точно, Селезия, по-моему, там, эти места. Был Самсоновский прорыв довольно-таки интересный. Так вот, кто ставил этих генералов, да, то есть возьмем Рененкова, это нынешняя, скажем так, на современный генералитет. Не говорю там уровня Шойгу, ну, около приближенных, там, допустим, этого, мебельщик, кто у нас там был? Сердюков. Вот, скажем, вот, Рененков, это, допустим, ставленники и представители вот такой, скажем, лица, как Сердюков. А Самсонов, это уже другая, это уже, это уже Рокоссовский, это уже Багратион, это уже Суворов, это уже, то есть у нас есть, и вот это вот Россия, вот этот русский дух, он дает всегда таких исполинок, маленьких людей, но дух исполинский у них, который меняет карту, меняет мировоззрение, меняет государственный строй. И руководство вынуждено потом там брать под козырек и награждать этих людей уже, хотя ненавидя их и ненавидя, и улыбаясь, награждать именно таких вот генералов, бойцов, помощников. И, скажем так, со времен, вот не только революции, со времен еще Ивана Рюрика IV, вот посмотрите, информационная война тогда первая пошла против нас, это вот Тай был, Крузе, там, как же у него был такой боярин, мне интересно, как же его фамилия, я все забываю, в Польшу сбежал. Курбский? Курбский, да, Курбский, вот, пожалуйста. То есть, взяли записи трех опричников и выставили на весь мир, и, короче, опричников вот такие вот, пожалуйста. Хотя, опричнина, это, извините меня, первая регулярная армия. Малюта Скуратов с этой огненной бородой, которого там ненавидят все. Как он погиб? Где он погиб? Он штурмовал Ливонскую крепость, он прогиб в проломе, перво пробираясь. Нынешний Таллин. Да, да, да. Так точно. Возьмем теперь Сюрдюкова. Вы можете представить себе, чтобы Сюрдюков штурмовал вражескую крепость? Нет, если только кабинет. И секретарш. Наверное. Вот. Так вот, живя вот в этом мире, у нас постоянно будут войны. У нас будет постоянное терзание. Но мир приходит к кризису. Мир приходит к большому кризису.